Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области завершается международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив и правительством региона. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Шотландский культурный центр Калидонский клуб». Официальное открытие фестиваля состоялось 1 мая. Подробности у наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская область на несколько дней стала центром антифашистского движения. Не только России, но и других стран. На международный фестиваль «Гитары в строю» приехали гости из Франции, Германии, Великобритании, Испании, Никарагуа. Между Россией и Никарагуа существует давняя дружба. И мы услышали этот призыв, чтобы поддержать русский народ. И поэтому мы приехали. Международный фестиваль «Гитары в строю» проводится в преддверии Дня Победы. Старт ему дали на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Отсюда стартовал мотопробег, в котором участвовали байкеры международного мотоклуба «Ночные волки». Участники проехали по центральным улицам города. Завершился пробег у обелиска «Слава» в поселке Курумыч. Все, кто приехал сюда, у них сердце принадлежит России. Вот сейчас, в такое сложное время. Потому что для каждого из них это тоже поступок. Мы знаем это по себе, знаем по своему мотоклубу, по своим отделениям, которые у нас находятся в Европе и везде. Поэтому мы уважаем поступки этих людей сегодня. Главная идея фестиваля – солидарность в борьбе с проявлением фашизма. Со сцены до самого вечера звучали патриотические музыкальные композиции на самых разных языках. На фестиваль приехал и гость из Шотландии Джимми Макрей. Артист вышел на сцену в национальном шотландском костюме и с волынкой в руках. Для меня это большая честь – быть сегодня в эти дни в Самаре. Я очень благодарен и горд тем, что меня пригласили выступить именно на антифашистском фестивале в Самаре. В день открытия фестиваля на площадь пришли сотни самарцев и гостей областного центра. Вот всегда мне бабушка даже рассказывала, мир, труд, май, мир, труд, май. Но сейчас вот ощущаю, у меня тут и мир, и труд, и май, и все, все вместе. Поприветствовать самарцев и гостей города пришли глава областного центра Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Нет распространения нацизма на нашей земле. Нет распространения нацизма в мире. Вместе мы сила. Пока мы едины, мы непобедимы. А с нашим народом сегодня весь мир. Я это точно знаю. Международный фестиваль «Гитары в строю» прокатится по всей Самарской области. Завершит сон 6 мая. Гости смогут не только послушать музыку. Важной частью проекта станут дискуссии, круглые столы и лектория. Светлана Тимофеева, Галина Топилина, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События. Во славу Великой Победы! В Самаре продолжают готовиться к одному из главных праздников года – 9 мая. В парке Победы возложили цветы, высадили каштаны, спели песни военных лет и даже организовали музей под открытым небом. В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности главы региона Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, гости международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», волонтеры, школьники и жители Самары. Тему продолжит Ольга Павлова. Сегодня мы предлагаем вам посетить выставку школьных музеев городского округа Самары и окунуться в память о прошлом ради нашего будущего. Патриотическая акция «Во славу Великой Победы» начинается с экскурсии по музею боевой славы, который организовали под открытым небом. На 26 стендах уместилась целая история великой страны, о которой немного волнуюсь, рассказывают школьники. Здесь и экспонаты, и исторические реликвии, и личные вещи фронтовиков. Буквально в то же время на площади уличного огня выстраиваются участники областного смотра, часовых постов номер один и воспитанники военно-патриотических объединений. В память о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания. Цветы к вечному огню в память об ушедших воинах возложили исполняющие обязанности губернатора региона Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, участники и гости фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», школьники и жители города. Они же приняли участие в традиционной ежегодной всероссийской акции «Сад памяти», высадив в Парке Победы новые деревья – каштаны, рябины и тополя. Ежегодная акция объединяет сотни тысяч неравнодушных жителей нашей страны, чтобы увековечить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. И, конечно, когда мы сажаем эти деревья вместе, коллективно, мы вспоминаем каждого, кто погиб. И на душе очень, с одной стороны, грустное, но, с другой стороны, чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Я каждый год принимаю участие в этом замечательном мероприятии и делаю это в памяти о своем деде Григории Андреевича, который был неоднократно ранен в Великой Отечественной войне, который защищал Ленинград. Акции памяти, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и всероссийские, проходят по всей Самаре. Готовятся в столице региона и к акции «Бессмертный полк». В этом году не будет традиционного шествия, однако организаторы разработали много других интересных форматов. Например, «Бессмертный полк» на автомобилях. Суть акции заключается в размещении на личном авто, грузовом и общественном транспорте фотографий ветеранов. Я думаю, вот то, что сегодня возможно сделать в рамках проведения акции «Бессмертный полк» привлечет гораздо больше участников, чем это было очно. Портреты имена героев предлагают также прикрепить или нанести на одежду. Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» в этом году состоится. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. В Самарской области будут организованы видеотрансляции с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре создана рабочая группа по развитию гостевых маршрутов. Первое заседание комиссии прошло в администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. Участие в совещании приняли также региональный министр туризма Артур Абдрашитов, представители профильных министерств и департаментов. Определить и преобразить гостевые маршруты – такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Какую работу проведут в Самаре, расскажем в следующем материале. Основные транспортные артерии города – Московское шоссе и Новосадовое, улицы рядом с авто и железнодорожными вокзалами, въезды в город и исторический центр. Это все части гостевых маршрутов Самары. Сделать их привлекательными для увеличения потока туристов – такую задачу поставил перед муниципалитетами губернатор Дмитрий Азаров. У Самары уже есть опыт подготовки таких маршрутов после проведения чемпионата мира по футболу. Теперь эти наработки вновь станут актуальными. Это должно быть территорией, которая читается сразу. Это должно восприниматься не как отдельными кусками. Вот ты едешь от такой-то улицы по такой-то. Это должно восприниматься как одна территория, как один проспект, чтобы он был с одной идеей, с понятными правилами благоустройства, с понятными территориями. И чтобы она читалась как центральная улица города. Поможет в достижении этой цели и дизайн-код города, в соответствии с которым должно осуществляться оформление и планирование внешнего вида территорий. Это документ, который определяет подход к формированию городского пространства, целостность облика городских территорий, единый стиль оформления зданий и сооружений, торговых точек и иных объектов. Для начала на гостевых маршрутах проверят санитарное содержание территорий и проведут работу с объектами потребительского рынка на предмет вывесок и рекламных конструкций. А затем будет предложено дальнейшее развитие общественных пространств и планирование градостроительных решений. На мой взгляд, вот такие элементы, как плитка, фонарные столбы, там ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуаров, да, это тоже отдельная тема, вызывающая бурные дискуссии, надо, не надо, там, менять, не менять, но, тем не менее, это тоже должно быть прописано. Поэтому, может быть, когда мы сейчас приступим к реализации гостевых маршрутов, нам, может быть, некоторые позиции в дизайн-коде будут необходимо уточнить. Работать над этими задачами будет межведомственная комиссия, куда входят глава Самары Елена Лапушкина, министр туризма Самарской области Артур Абдорашитов, представители региональных министерств транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, фонды капитального ремонта, руководители департаментов администрации, главы внутриградских районов. Созданная рабочая группа будет регулярно собираться, чтобы обсуждать предлагаемые проекты и принимать необходимые решения. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Общероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате. Вместо шествия по улицам жителям Самары предлагают разместить празднично украшенные портреты родственников ветеранов на стеклах личных автомобилей. Фотографии героев Великой Отечественной войны можно распечатать в районных администрациях. Подробности расскажем в сюжете. Фотографию я нашла. И свой папа, как это пишет Басинский. Галина Карпенко показывает уже пожелтевшие от времени фотографии. С собой она принесла целый семейный альбом. А все для того, чтобы выбрать лучший портрет человека, память о котором женщина бережно хранит уже долгие годы. Это фотография моего отца, который был рожден в 1896 году. То есть, уйдя на фронт, ему было 47 лет. Он служил на аэродромах, видимо, техническим работником. Тонкостей не знаю. Гулкий пламень, глаза бессонные, на губах кровавый прокус, пот и слезы, и кровь соленые. У Победы соленый вкус. А Маргарита Кривова принесла фотографию своего дедушки. Ее она планирует разместить на лобовом стекле своего автомобиля. Женщина уверена, человек жив, пока жива о нем память. Поэтому отмечать День Победы стало для ее семьи уже доброй традицией. У себя на ленте каждый 9 мая размещаем, как бы на странице родители размещают, сестра у меня размещают. Я, ну, брат иногда, не всегда, потому что он младший. Ребенок у меня в парадах всегда участвует во всех. Мы всегда вот вспоминаем и чествуем наших родственников. В этом году шествие «Бессмертный полк» не будет проходить в традиционном формате. Такое решение было принято из соображений безопасности. Однако фотографии героев Великой Отечественной войны жители города могут заказать на базе администрации внутригородских районов. Прямо на месте изображения оцифруют, обрежут и подретушируют, а затем напечатают. Самые популярные форматы А4 и А3. Фотографии в этом году можно наклеивать на стекла своих машин, на окна домов, на окна учреждений, офисов, на служебный транспорт. Это не будет возбраняться, это будет только приветствоваться, потому что героев мы всегда должны помнить и своим героем мы должны гордиться. У меня есть дед, который тоже участник войны, и я на свою машину тоже наклеил фотографии. Состоится и полюбившийся многим формат онлайн-шествия. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самаре в рейс выйдет автобус «Победа». Это традиционная торжественная акция, которую проводит Самарское транспортное предприятие при поддержке городской администрации. Автобус украшен к 9 мая. В этом году в салоне появятся и фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, поскольку компания также присоединилась к акции «Бессмертный полк» на автомобилях. В первый рейс отправилась наша съемочная группа. Один из лучших сотрудников автотранспортного предприятия, водитель автобуса Виталий Сычев заботливо украшает салон своей рабочей машины. Флаги, праздничные шары, а самое главное – поддержать акцию «Бессмертный полк» в автобусе «Победы», фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Виталий признается очень горд водить такую машину. В первую очередь меня распирает гордость от того, что такая торжественная миссия доверена именно мне, поскольку я считаю, что моя история, история моей семьи тесно связана с теми событиями, которые прошли много лет назад. Мой дед был в Бресте, в первые дни погиб. Бабушка – труженица тыла. Самарские транспортные предприятия присоединились к акции «Бессмертный полк» на автомобилях. Из-за того, что традиционные шествия проводить не будут, организаторы придумали другие разнообразные форматы проведения торжественной акции. Всех у нас жителей города призывают размещать фото своих родственников, участников Великой Отечественной войны в машинах, на стеклах где-то. Ну и вот примерно в таком формате присоединяется наш автобус. Считаем, что это нужное, важное, актуальное и современное начинание. Фотографии для «Автобуса Победы» предоставили сотрудники транспортной компании и пассажиры, которые откликнулись на призыв прислать фотографии своих родственников-героев. Это, конечно, во-первых, это гордость за нашу великую родину, за нашу страну, за наших очень доблестных воинов. Мы меня тоже в родне. Дедушка был парашютистом, тоже сражался и, к сожалению, погиб. Есть память и есть понимание того, что для нас победа. С этим мы живем, мы на этом воспитываемся и мы будем нести память дальше. Собрали не только фотографии, но и личные вещи солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Поэтому на территории транспортного предприятия было решено сделать еще и небольшую экспозицию. Посетить музейную комнату можно будет по предварительной записи. У нас уже есть несколько заявок. Это от студентов, от школьников. Также наши дети сотрудников собрались посетить данную выставку. Она очень интересная. Там есть много полезной информации патриотического воспитания. До конца мая тематическая экспозиция «Музейная комната» будет работать на территории транспортного предприятия, а затем переездит в офис компании, которая занимается выпуском и обслуживанием транспортных карт. Чтобы посетить выставку, нужно обратиться в транспортное предприятие или оставить заявку по телефону горячей линии городского департамента транспорта 8 846 207 70 11. А автобус Победы будет ездить по 34 маршруту все праздничные дни. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В знак вечной памяти и благодарности за Великую Победу. Самара приняла участие в одной из самых теплых и масштабных акций «Вальс Победы». Ежегодно всероссийский флешмоб собирает сотни тысяч танцевальных коллективов на тематических площадках нашей страны. В столице региона «Вальс Победы» исполнили на склоне у площади Славы. Проникнуться духом победного 45-го и посмотреть на лучшие коллективы областного центра удалось и нашему корреспонденту Ольге Павловой. А эти тучи в голубом напоминают море. Под мелодию одной из самых популярных и известных песен вальсируют самые лучшие танцевальные коллективы Самары. Никита Шлыков в столь масштабной акции принимает участие впервые. Волнуется. До флешмоба он вместе со своей партнершей разучивал движение на базе своего коллектива под руководством опытного педагога. Волнуешься. Тебя прям разрывает изнутри. Хочешь танцевать все на наилучшем виде. Я помню цену победы наших прадедов в этой войне. Ребята, давайте пройдем подсчет. Перед генеральным прогоном несколько репетиций. За номер участников, а их чуть больше 200 человек, отвечает руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Грация» Наталья Бояркина. Дети понимают с полуслова, поэтому работать несложно, отмечает Наталья. Главное – донести настроение прекрасной песни, которая была выбрана для флешмоба не случайно. В песнях военных лет очень часто мы можем наблюдать именно этот ритм вальсовый. Поэтому, как только начинает танцеваться вальс, сразу воспоминание об этих песнях и погружение в эту атмосферу. Всероссийская акция «Вальс Победы» проходит в большинстве регионов нашей страны. В Самаре в ней приняли участие 10 лучших танцевальных коллективов города. В этом году флешмоб провели под эгидой Россотрудничества вместе с городами-партнерами Республики Беларусь. Мы знаем прекрасно, что Самара имеет очень дружные, давние связи с городами Беларуси. Это и Гомель, и Витебск, и Брест, и Могилев. И поэтому мы уверенно надеемся, что кусочек Самары, улыбки самарских детей, их память, их посвящение Великой Победе, танец, войдет в большой такой вот калейдоскоп, в большой общий ролик наших двух государств. На склоне у Площади Славы сегодня не просто станцевали. Правнуки тех, кто в далеком 45-м возвращался домой, смогли понять, что чувствовали тогда защитники Родины, обнимая родных и близких после долгих лет разлуки, когда матери и жены плакали от радости, встречая сыновей и мужей, испытывая в то же время боль утраты от невосполнимых потерь, вспоминая о тех, кто не доучился, не долюбил, не дошел до этой победы. Для них этот вальс будет звучать вечно. И мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой станцуем вальс, и мы с тобой... Ольга Павлова, Николай Сидоров, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Хоровая музыка, обращенная к сердцу. В Самаре прошел шестой межрегиональный фестиваль «Пасха над Волгой». По традиции, его участниками стали профессиональные, однородные и смешанные хоры, в том числе фольклорные ансамбли, клиросные хоры, учебные хоры музыкальных и музыкально-педагогических училищ, колледжей и вузов. В этом году праздничный гала-концерт открыла обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодолова. Певица берет ноту до четвертой октавы. Это абсолютный рекорд, который зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Подробности расскажем в нашем сюжете. Вокальное мастерство и обмен творческим опытом. В Самаре завершился шестой межрегиональный фестиваль «Пасха над Волгой». В праздники приняли участие 18 коллективов и более 400 исполнителей. Специальным гостем гала-концерта стала Светлана Феодолова, обладательница самого высокого женского голоса в мире. Это отмечено в книге рекордов Гиннесса. Она близка мне по духу. У нас, социуманам, семеро детей. У нее восемь, поэтому многодетность она, видимо, притягивает друг к другу. И любезно Светлана согласилась и приехала к нам в Самару. Впервые. Концертную программу певица открыла романцам Сергея Рахманинова «Здесь хорошо». В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения композитора. Вы знаете, сегодня действительно такой день, наполненный благодатью. Это чувствуется в атмосфере, в воздухе, в людях. Самое главное, спасибо огромное фестивалю за то, что сегодня подарили всем такой замечательный праздник. Площадкой для проведения фестиваля стал концертный зал собора в честь Софии Премудрости Божией. Очень хорошо организовали. Экран слышно, видно. Получила огромное удовольствие. Спасибо большое. Тем более, что нас тут угостили и куличами, и водой. Христос воскрес. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Камера мотора снята. В Самаре прошла премьера фильма-экскурсии «Необычная». Историю о любви к родному городу сняла группа молодых самарцев при поддержке администрации города. Оценить 18-минутную короткометражку приехала глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа готова поделиться подробностями. По-новому взглянуть на любимый город. В кинотеатре художественной прошла премьера фильма-экскурсии по Самаре «Необычная». 18-минутная короткометражка рассказывает об областной столице и показывает ее истинную красоту. Фильм создан по заказу администрации города. Увидеть и оценить его приехали глава Самары Елена Лапушкина, депутаты районов, руководители профильных ведомств, а также друзья и коллеги актеров. Планировался фильм, который расскажет самарцам про Самару. Напомнит, какая у нас красивая, какая у нас добрая, как у нас много замечательных традиций, как у нас много замечательных мест и в принципе покажет настроение нашего города. Фильм получился, мне кажется, гораздо шире. Очень надеюсь, что его будут пересылать своим родным и близким, делиться им. И все-таки хочется, чтобы каждый любил наш город. По-разному, но каждый. По сценарию главный герой хочет перевернуть представление своей девушки-художницы о том, что Самара это обычный город. Для этого влюбленные отправляются на экскурсию, где в роли гидов выступают местные жители. Поиски красоты в городе превращаются в поиски красоты внутри себя. Над проектом команда начала работу летом прошлого года. Съемка любого фильма это всегда сложный и интересный процесс, рассказывает режиссер Андрей Петриков. Однако справиться с работой удалось, и результат более чем порадовал. Мы начинали в августе проект, и у нас были дни, когда мы в один день утром писали сценарий, днем бежали на пляж, снимали, чтобы не упустить солнце, а вечером проводили кастинг актеров. Трудность была, наверное, вот в сроках успеть снять, пока август, сентябрь и еще немножко октября. Красота вот эта вот вся нас окружает, и мы успели. По словам актеров, во время съемок чувствовалась большая поддержка, и это самое ценное для творческих людей. Мы настолько кайфовали, нам настолько помогали все люди, вообще город, мне кажется, помогал, то есть погода, природа, все играло на то, чтобы мы сняли этот фильм. Мне кажется, он просто сам по себе жутко трогательный, он такой теплый, он такой нежный, необычный. Каждая секундочка этого фильма, она вот сюда, самое сердечко. В фильме не обошлось и без сложных технических сцен. Для их съемок понадобилось действительно большое количество дублей. В первом кадре раз в 40 меня точно переворачивали. Я висел какое-то время, они про меня забывали и я там уже говорю, ребят, давайте как бы обратно и не обратно. Меня специально держал человек, чтобы я был вот в этом вертикальном положении. Мне еду туда передавали, потому что меня так закрепили, что я не мог спрыгнуть и так далее. Но это было самое яркое в любом случае. И она говорит, что Самара это обычный город. И я хочу перевернуть ее представление об этом. Зрители работу тепло приняли и высоко оценили. Для многих она откликнула с глубоко в сердце. Я сама как человек творчества настолько вдохновлена. И у меня прежде всего это откликнуло с груди, в эмоциях, в моих чувствах. И я поняла, насколько действительно очень дорог этот город. Для меня этот фильм это как визитная карточка нашего города. Я считаю, что это очень круто, что ребята занялись. За 9 месяцев они сняли вообще реально очень крутую короткометражку. Он очень емкий, очень красивый. И вот эта история о том, что ты видишь глазами в Самаре, когда ты идешь. И то, что они передали на экране, это было очень круто. Знаешь, у меня сейчас ощущение, как будто это мой город. Слушай, а ты той стороной нарисовала? Ну, если хочешь, можешь и картину перевернуть. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видео-хостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok